МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...принимает участие в европейских оперных днях. Что это за масштабное событие? Принимая вы внимание, что вы, глава театра и оперный режиссер, входите в Совет опера Европы, а это у нас замечательный полиндром, опера Европы, почти полиндром. В общем, что это за ассоциация музыкальных оперных театров и что это дает российским музыкальным мощным театральным коллективам? Опера Европа – это грандиозная организация. На сегодняшний день в нее входят порядка 160 оперных театров всей Европы. И, говоря Европа, мы включаем в нее огромное пространство от Урала до Лиссабона. Мало того, ассоциированными членами этой организации являются даже Токийский оперный театр, театр Омана, оперные театры Латинской Америки на прошлой конференции подали заявку от членства. То есть понятно, что поскольку опера сама по себе является, конечно же, европейским жанром, европейским видом искусства, понятно, что к этой организации тянутся и оперные дома всего мира. При том, что есть организация опера Америка, есть организация опера Латинская Америка, но, тем не менее, все-таки, конечно, такой вот... Когда возникла опера в Европе, Америке в нынешнем понимании не существовало. Да, в нынешнем виде еще не было. И, конечно, для нас очень важно быть частью этого огромного оперного пространства, потому что оперный музыкальный театр, по сути своей, театр без границ, театр интернациональный. Куда бы вы ни приехали, на какую мировую премьеру, в какую из оперных столиц, вы увидите на сцене представителей всех практически европейских культур, в том числе огромное количество наших и музыкантов, и певцов, и танцовщиков. Мы в этом смысле абсолютно неразрывная часть этого пространства. Ну и, конечно же, огромное количество идей, которыми мы обмениваемся, огромное количество проектов, которые возникают. Возникает, допустим, один из самых экстравагантных проектов нашего театра последних лет, маленький Орликин Штокхаузена, музыкальный авангард для малышей. Возник на кофебрейке конференции оперы Европа, когда мы с коллегами из Вены обсуждали какие-то необычные идеи в образовательных программах, и вдруг возникла мысль, почему бы детей не приобщать к музыкальному авангарду, что в итоге, в общем, оказалось фантастическим опытом и для нас, и для них. А давайте напомним нашим зрителям, что в Ассоциацию европейских театров и фестивалей, что важно, входят пять московских театров. Это ваш театр, Большой, Стасик, Станиславского Немировича, Новая опера и Геликон. И Геликон. Да. Ну, Мариинский театр, это Петербург, и, естественно, Пермь. Нет, Пермь, Новосибирск, Ростов-на-Дону. Ну, на самом деле, достаточно большое количество. Я помню даже, когда Пермь только-только вступила в ряды ассоциаций, я был тогда художественным руководителем, и вестник оперы Европы вышел с гордой фотографией на обложке нашего театра в снегах с гордой надписью «Самый восточный член ассоциации», потому что дальше уже Азия начинается. И они пока еще ассоциированы. Для оперы Европы это было как бы такое знаковое явление, что вот от края до края вся Европа становится, значит, единой в своем оперном пространстве. И, конечно, было достаточно странно, что вот в момент такой вот не очень простой ситуации во взаимоотношениях Европы, Европейского Союза и России сейчас, в прошлом году на Мадридской конференции вдруг впервые от России, значит, я был избран в качестве члена Совета оперы Европы, определяющего вместе с коллегами из других театров некую повестку, в принципе, деятельности, начиная от места, где будет происходить следующая конференция, кончая теми вопросами, которые на сегодня мы считаем актуальными для общего обсуждения. И надо сказать, что это еще очень мощная организация по продвижению интересов оперного музыкального пространства в Европейской комиссии, в Европейском Союзе, в Европейском парламенте. Штаб-квартира оперы Европы находится в Брюсселе, и она работает очень плотно со всеми этими наднациональными органами. Поэтому, в принципе, конечно, мне кажется, это очень важно, что мы так активно участвуем. Вот вы воодушевились там вместе с нашими западными партнерами и коллегами и придумали такую историю, которая этой осенью, осенью этого года, в течение 25 дней должна будоражить всю музыкальную Москву. Вот сегодня уже прозвучала Пермь, а я вспоминаю, что там был балетный спектакль, хореографические такие миниатюры, миниатюры, да, абстрактный балет. И этот спектакль назывался «Видеть музыку». И вот фестиваль так называется, «Видеть музыку», конечно, это очень образное и емкое название. Расскажите об этом фестивале, потому что вот то, что я знаю на сегодня, это, честно говоря, масштабом поражает. И идеи, то есть концептуальные идеи, заложенные в основание, мне кажется, это тоже очень важно, и это интересно, и главное, это будет ни для кого не обидно. Ну, два года назад мои коллеги по руководству российскими театрами в Ассоциации музыкальных театров России решили, что я недостаточно загружен, и попросили меня возглавить эту ассоциацию. Вы стали президентом. Я стал президентом Ассоциации музыкальных театров России, и мы стали разрабатывать идею, которая давно уже витает в воздухе, и которую мы, благодаря поддержке Министерства культуры России в этом году, наконец, реализуем. Это фестиваль музыкальных театров России, и мы выбрали название «Видеть музыку», и это название является двойной цитатой. Это не только отсылка к этому чудесному спектаклю моего родного пермского театра оперы и балета, но это еще и фраза, которую Джордж Баланчин сказал в разговоре со Стравинским. И, конечно, это очень точно определяет саму суть музыкального театра, мне кажется. Нам, всем людям музыкального театра, кажется, что есть огромная нужда в таком фестивале-панораме. Не в фестивале-конкурсе, правильно? Да, не в фестивале-конкурсе, а именно в фестивале-панораме, фиксирующем некий очень-очень разный, очень разнонаправленный процесс развития российского музыкального театра от Владивостока до Калининграда. И мы в основу этого фестиваля положили два, мне кажется, очень важных принципа. Во-первых, там нет отбора. Потому что нам кажется, сейчас все фестивали, и кинофестивали, и театральные фестивали... Прошу прощения, что перебиваю. Нет, отбор есть. Отбор есть, но делают не посторонние люди, а сам театр выбирает. Да, он внутренний отбор. Потому что всегда... Опять, я не против отборщиков. И когда там в Каннах главный отборщик формирует картину кино мирового, как он считает нужным, это его право. Но мне кажется, что очень важно, что все-таки существует некая жизнь. И мне кажется, что вот некая площадка, на которой театры сами высказываются, и театры сами определяют, что для них было ключевым за прошедшие пару сезонов, какую премьеру они сами для себя считают важной, они могут ошибаться. Они могут привести и оказаться в контексте, который все расставит очень жестко... Ну, для этого есть коллеги, которые... Доброжелательно, да. Но мне кажется, что такое внутреннее высказывание театров это вещь крайне необходимая. Второе, чего не будет на этом фестивале, не будет распределения мест. Потому что мне кажется, что... Ну, для всех очевидно, что в искусстве нет первых, вторых и третьих. Смешно соревноваться, там, Ростов-на-Дону с Екатеринбургом. Да, каждый из них занят совершенно фантастической деятельностью на своей территории. Да, поэтому там будет премия, но премия это будет называться «Легенда». И вручаться она будет тем, Личностная премия. Личностная премия будет вручаться мастерам, которые десятилетия назад уже свой вклад золотыми буквами в пистали в историю российского музыкального театра, и имена которых не вызывают никаких сомнений, и споров, и раздражений. Какие сцены будут задействованы? И сроки. Это, я сказал, осень, октябрь, ноябрь. Это осень. Это с конца сентября, 27 сентября, на сцене Большого театра России откроется этот фестиваль гастролями Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье». Прекрасно. Да. Я абсолютно потрясен отзывчивостью коллег, потому что все московские музыкальные театры предоставляют свои площадки, и спектакли будут на новой сцене «Геликона», в новой опере. В театре Станиславского Немировича Данеченька и на большой, и на малой сцене, в Камерном театре Покровского, и в моем театре, в театре имени Натальи Исац. И не было ни одной секунды сомнения у коллег, что это нужно. Я очень рад, что на сцене Большого театра, кроме наших петербургских коллег, выступят через очень большой перерыв оперные театры Бурятии, Улан-Удэ. Я помню фантастические гастроли этого театра 25 лет назад в Москве, и наше потрясение певцами этого невероятного театра. Я очень надеюсь, что это будет новое открытие. Да, для театров какое счастье приехать в Москву. И на сегодняшний день афиша фестиваля – это 14 театров со всей страны, и это огромные спектакли, больше полутора тысяч участников. И фестиваль в результате будет длиться с конца сентября до первых чисел ноября. Последний спектакль – 3 ноября, а 4-го – в день единства, что мне тоже кажется символичным. Вот премия, да. Да, премия, вручение премии «Легенда» и гала-концерт. Ну, очень здорово, что Министерство культуры, конечно, поддерживает эту историю. Мы безумно рады, потому что понятно, что с ними от ассоциации мы бы не вытянули эту историю. Ну, и, конечно, при поддержке регионов, потому что губернаторы, мы получили потрясающие письма от руководителей регионов о том, что, да, они понимают, как это важно. Здорово прозвучало в Москве впервые и в России, и, наверное, в таком формате, может быть, за долгие-долгие годы, испанская история опера Сарсуэла. Даже не все знали, что такое Сарсуэла. Это такая оперетта по нынешним, да? Или как времена? Ну, сейчас уже она, да, сформировалась, как испанская версия оперетты Сарсуэла. Но вот то, что мы исполняли, это, конечно, совсем другое произведение. Значит, в Театре Сарса я просто напомню, что вот была такая действительно всероссийская премьера, 350 лет назад написанная Сарсуэла опера, где танцуют, есть диалоги, и, конечно, музыка, и арии, и называется это «Любовь убивает», да? Ну, «Любовь убивает» – это наша уже версия названия, потому что испанское название, понятно, испанский барочный театр, он очень вычурный. И текст, вообще-то, это текст Великого Кардерона. Поэтому по-испански это называется ревность, даже растворенная в воздухе, может… И Эндрю Лоренс Кинг, наш уже постоянный партнер, друг театра и замечательный музыкант, предложил такую вот новую, современную и очень, по-моему, элегантную версию «Love kills», «Любовь убивает», чтобы немножко распутать эту запутанную барочную историю. Вот она прозвучала в «Доме музыки», а попадет в репертуар? Вот как вы бы этого хотели? Ну, безусловно, потому что мы приложили огромные усилия для того, чтобы выучить. Мы не стали включать ее в репертуар по двум причинам. Во-первых, это фактически первое полноценное исполнение этой оперы, и не только в России, но и в общем, и в Европе тоже. Потому что существует только одна версия исполнения до нас, много лет назад, в Театр Ореал. И там был, в общем, другой музыкальный материал, там была другая структура, там была путаница в версиях разных годов. Поэтому, в общем, можно сказать, что мы первооткрыватели. Как всякие первооткрыватели, мы немножечко сомневались там, мы вообще справимся с этим испанским безумием или нет. Потому что впервые, допустим, ансамбль испанских барочных гитар участвует в спектакле. Мы специально заказывали в театр комплект. Но зато звук какой-то. Ну, это надо было видеть потрясенные глаза артистов на первой репетиции, когда вдруг это вот морячи заиграли, и вдруг оказалось, что это и есть барочная испанская опера. Плюс арфа барочная, да? И не одна. Две барочные арфы, тоже специально изготовленные, два барочных органа, тоже специально привезенных. То есть это, в общем, такое вот все впервые. Все впервые на вкус, на звук, на ощущение. Конечно, пока мы не услышали, мы не могли для себя решить окончательно, насколько это зрительская вещь, насколько это доступно нам. Теперь мы понимаем, что это потрясающая эффектная вещь, которая заставляет публику приплясывать в креслах. И, в общем, от этого не веет никаким таким сухим академизмом. Чего мы очень боялись. Георгий, удачи вам на европейских оперных днях. Всем вашим коллегам самых радостных впечатлений от первого фестиваля видеть музыку. Ну и, конечно, спасибо за вот этот вот удивительный средневековый подарок. Любовь убивает, опела, Сарсуэла, Испания. Пусть это действительно будет в репертуаре. Спасибо. Спасибо. Георгий Исаакян, художественный руководитель музыкального детского театра имени Натали Сад. Сегодня в главной роли. Низкий поклон за то, что привели время в нашей компании. Звучит музыкального детского театра имени Натали Сад.